«Мой компас земной». Ученые наблюдают все ускоряющийся сдвиг северного магнитного полюса Земли. А ведь именно на него указывает стрелка любого компаса. В связи с этим требуется все более частое обновление карт магнитного поля, являющихся основой для всех навигационных систем. Кстати, ученые уже давно говорят о том, что магнитные полюса могут и вовсе поменяться местами, как это не раз происходило в истории планеты. «Н» плюс один обратился за разъяснениями к геологу Владиславу Стрекопытову. Трудно представить себе современную жизнь без навигационных систем самого различного уровня от систем управления движением кораблей в океанах Дакарт. «Гугл» в бытовых смартфонах. Это может показаться странным, но и сегодня, в эпоху «Джейпиэс», как и прежде, когда люди полагались лишь на компас, основой для ориентирования на местности остается магнитное поле Земли, а именно конфигурация его силовых линий, расходящихся от магнитных полюсов. Именно относительно магнитных полюсов, один из которых расположен в северном полушарии, а другой в южном, определяется положение точек и объектов на поверхности Земли. Место положения магнитных полюсов не совпадает в точности с географическими северным и южным полюсами, поэтому синяя стрелка компаса указывает на север не точно, а лишь приблизительно, отличаясь на величину магнитного склонения. Карта из олинии магнитного склонения, построенная на основе модели WMM 2015. Звездочкой обозначено положение северного магнитного полюса. British Geological Survey Это не было бы проблемой, если бы магнитные полюса находились всегда на одном и том же расстоянии от географических. Тогда введенная поправка легко устраняла бы это расхождение. Проблема заключается в том, что магнитные полюса Земли имеют свойство постоянно смещаться. Есть суточные циклические блуждания магнитных полюсов и их долгосрочный дрейф, который хорошо заметен на промежутках в месяцы и годы, эти смещения измеряются десятками километров. Долгосрочные смещения магнитных полюсов, скорее всего, являются отражением изменений, происходящих на уровне глубинных процессов в ядре Земли. Внутренняя часть металлического ядра, внутреннее ядро, является твердой, а внешнее, внешнее ядро, состоит из жидких металлов. Согласно существующим воззрениям, именно внешнее ядро, вернее, динамомеханизм, эффект магнитного динамо, связанный с вихревыми токами, вызванными конвекцией жидких металлов в этой зоне, отвечает за возникновение у нашей планеты магнитного поля. Поток жидкого железа в ядре Земли создает электрический ток, который, в свою очередь, создает магнитное поле. Именно присутствие в составе планеты жидкого ядра является необходимым условием генерации магнитного поля, а сила этого поля определяется интенсивностью конвективных потоков в нем. У таких планет земной группы, как Меркурий и Венера, магнитное поле хоть и присутствует, но оно далеко не такое сильное, как у Земли. Скорее всего, этого связано с низкой интенсивностью конвективных потоков в жидких ядрах этих планет. Для Марса же зафиксирован лишь остаточный магнетизм. По-видимому, раньше у него было жидкое ядро, но впоследствии оно затвердело. Перемещение северного магнитного полюса, яркие точки, относительно географического северного полюса, тузкая точка справа внизу. Nature. Поделиться. Положение магнитных полюсов Земли с учетом их дрейфа вычисляется в рамках глобальных моделей магнитного поля, создаваемых различными международными геофизическими организациями. Модели являются основой для профессиональных и военных морских и топографических карт и реально служат для навигации. Их используют военные ведомства всех стран, в том числе и Министерства обороны США и стран НАТО. Самые известные из этих моделей международное геомагнитное аналитическое поле International Geomagnetic Reference Field, и Всемирная магнитная модель World Magnetic Model Каждые пять лет эти модели корректируются. Последняя корректировка была в 2015 году, и модели должны были действовать до 2020 года. Однако резкое увеличение скорости смещения северного магнитного полюса, наблюдающиеся в последние годы, заставляет специалистов пересмотреть модели досрочно. В частности, геофизические службы США и Великобритании собираются обновить Всемирную магнитную модель. В самое ближайшее время. По результатам ежегодной проверки модели В начале 2018 года исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Британской геологической службы в Эдинбурге сделали заключение о том, что уровень ошибок в фиксации вариации магнитного поля Земли выдаваемых моделью скоро превысит допустимый для навигационных систем предел. Геометрия магнитного поля Земли увеличивает погрешности модель в местах, где поле меняется наиболее быстро, например, в районе Северного полюса. Об этом сообщает журнал Nature. В каждой точке поверхности Земли магнитное поле имеет вертикальную и горизонтальную составляющие, и стрелка компаса, поворачиваясь вокруг своей оси, выстраивается именно вдоль горизонтальной составляющей. Таким образом, стрелка всегда параллельна направлению силовых линий магнитного поля. Угол, на который отклоняется стрелка под действием магнитного поля Земли в вертикальной плоскости, называется магнитным наклонением. На магнитном полюсе Земли силовые магнитные линии перпендикулярны поверхности, а магнитное наклонение равно 90 градусов. Из-за этого вблизи от магнитных полюсов Земли магнитный компас бесполезен для определения направления. Общая схема силовых линий геомагнитного поля Peter Reed, University of Edinburgh Поделиться Магнитный полюс Северного полушария Земли был обнаружен в 1831 году английским полярным исследователем Джеймсом Россом в Канадском архипелаге 70 градусов 0,5 минут 0,0 секунд северной широты 96 градусов 47 минут 0,0 секунд западной долготы Магнитное наклонение в данной точке было равно 89 градусов 59 минут В 1841 году Джеймс Росс определил местоположение магнитного полюса южного полушария Земли 75 градусов 0,5 минут 0,0 секунд южной широты 154 градуса 0,8 минут 0,0 секунд восточной долготы находящегося в Антарктиде С тех пор положение магнитных полюсов относительно географических координат четко отслеживается В связи с несимметричностью магнитного поля Земли наличием локальных магнитных аномалий северные и южные магнитные полюса Земли не являются антиподальными диаметрально противоположными точками Соответственно, они смещаются по-разному И если южный магнитный полюс движется со скоростью около 10 км в год то северный магнитный полюс, для которого ранее были характерны такие же скорости в последние годы резко ускорил свое движение Сейчас северный магнитный полюс уже дрейфует со скоростью около 65 км в год и эта скорость только нарастает В настоящее время он уже вышел за пределы 200-мильной зоны Канады пересек линию перемен и дат и уверенно движется в сторону российского арктического побережья При сохранении такой скорости северный магнитный полюс через 50 лет достигнет архипелага Северная Земля Если скорость смещения северного магнитного полюса сохранится то новая всемирная магнитная модель, которая будет готова к концу января тоже прослужит не более двух лет Тем временем ученые работают над тем, чтобы понять причину столь резких изменений в картине геомагнитного поля и предсказать, как будут развиваться события дальше Спутники миссии SWOL Европейского космического агентства СА регулярно отслеживают из космоса пространственные изменения магнитосферы Земли Наблюдения показывают, что магнитное поле сейчас в среднем по планете ослабевает со скоростью около 20 нанотесла в год, то есть на 5% в столетие Это изменение, конечно, неравномерное где-то поле растет Но в целом за прошлые 150 лет снижение составило 10% Изменение геомагнитного поля за первое полугодие 2014 года по данным спутниковой группы SWOLMATObservatory.NASA.gov Поделиться Такое ослабление магнитного поля Земли вместе с резким ускорением дрейфа магнитных полюсов может свидетельствовать о приближении такого события, как инверсия магнитного поля Земли Когда произойдет так называемая переполюсовка, северные и южные магнитные полюса поменяются местами В ближайший к нам период геологической истории инверсии магнитного поля переполюсовки происходили в среднем 4 раза за миллион лет Последний раз это случилось около 780 тысяч лет назад А 100 миллионов лет назад был период, когда поле оставалось в одной полярности почти 40 миллионов лет За всю историю планеты произошло, по крайней мере, несколько сотен инверсий магнитного поля До сих пор в периодичности смены полюсов ученые не могли обнаружить никакой закономерности Информация о изменениях полярности и инверсиях магнитного поля зафиксирована в горных породах и рудах, содержащих феромагнитные минералы магнитит, гематит, титаномагнитит, сохраняющие остаточную намагниченность, которая содержит информацию о состоянии магнитного поля Земли на момент формирования этих пород Изучение остаточной намагниченности в разновозрастных породах является основанием для составления временной шкалы инверсии магнитного поля Существует мнение, что в момент смены полярности напряженность магнитного поля резко падает, из-за чего исчезает магнитная защита нашей планеты от потока ионизированных частиц, идущих от Солнца, солнечного ветра. После смены полярности прежняя напряженность магнитного поля восстанавливается, по геологическим меркам, очень быстро за первые десятки тысяч лет. Но этого времени вполне достаточно, чтобы на Земле погибло все живое. Некоторыми учеными инверсии магнитного поля рассматриваются в качестве одной из вероятных причин эпизодов массовых вымираний. В любом случае, когда мы говорим о большой вероятности того, что полюса скоро поменяются местами, мы рассуждаем в масштабах геологического времени, где понятие «скоро» означает десятки тысяч лет. Да и сама смена полюсов события, происходящая не за одну минуту и даже не за сто лет. Во время переполюсовки общая картина геомагнитного поля нарушается. Возникают несколько полюсов полярности, которые перемещаются, как бы вытесняя друг друга. На схеме ниже приведена построенная по результатам моделирования схема изменения магнитной полярности Земли в период инверсии магнитного поля. Результаты численного моделирования магнитного поля Земли. Слева обычное состояние, справа состояние магнитосферы Земли в период инверсии. Неча. Поделиться. Изучение ископаемых останков организмов в периоды последней инверсии магнитного поля, произошедшей 780 тысяч лет назад, показало, что никаких радикальных изменений в растительной или животной жизни на Земле в связи с инверсией полюсов не происходило. Видимо, организмы успевали адаптироваться к изменившейся полярности. Изотопные исследования кернофасадочных пород Эльда, относящихся к периоду инверсии, также не показывают каких-либо значимых изменений в составе атмосферы Земли или объемов континентального оледенения. Это означает то, что изменение полярности не влияет на положение оси вращения нашей планеты, так как любое изменение положения оси вращения неизбежно привело бы к серьезным климатическим изменениям. Результаты компьютерного моделирования, подкрепленные геологическими данными, свидетельствуют о том, что даже в периоды смены магнитных полюсов Земля остается защищенной от губительного солнечного излучения и в полном объеме сохраняет свою атмосферную оболочку. Владислав Стрекопытов Владислав Стрекопытов